Федерация настольного тенниса Вологодской области никогда не имела собственного дома до даты официального создания 2015 года. Расположилась она здесь, в здании бывшего 17-го училища. Однако сейчас федерация находится на грани выселения. Владелец помещения – корпорация развития Вологодской области. По сути, эта организация помогает инвесторам Вологодщины, в том числе с арендой офисов. В списке задач есть и развитие спортивного предпринимательства. Для этого было подготовлено несколько залов, один из которых и достался федерации. Там был сделан ремонт, закуплено оборудование. Когда мы заключили договор аренды, к нам применялась нормальная ставка арендной оплаты, которую федерация в состоянии была оплачивать. Но по истечении трех месяцев был предложен новый договор аренды. Сумма увеличилась практически в три раза. И собрать такие средства федерации без применения каких-то сторонних спонсорских вливаний мы не можем. По словам представителей федерации, за два года здесь прошло больше сотни турниров, почти половина из которых важная часть спортивного календаря города или области. Из бюджета в организацию поддерживали, средства выделялись на зарплату судьям. А финансирование самой материальной базы, а тем более аренды помещений и речи не шло. При том, что это единственная площадка в регионе, на которой занятия из любительских превращаются в профессиональные. В полной деревянной основе плюс амортизирующий линолеум. Все прожекторы направлены вверх. Должно быть обязательно рассеянное освещение. 700 люкс – это минимум освещения, которое должно быть сейчас над игровой поверхностью стола. У нас самые лучшие столы в области. У нас, например, Петр Джайлюбов, наш воспитанник спортивного клуба, в траектории, и непосредственно мой воспитанник, он в этом году у нас выиграл чемпионат России по спецолимпиаде. Однако прекращать отношения с федерацией в корпорации развития не собираются. Повышение арендной платы – вынужденная мера, так как иначе правительственная организация работает себе в убыток. Но, несмотря на все сложности, специалисты продолжают искать выход из сложившейся ситуации. Тем более, что у спортивного объединения плачевное финансовое состояние – сумма долга почти 800 тысяч рублей. Мы постоянно работаем над тем, чтобы найти помощь для федерации настольного тенниса Вологодской области. И, в частности, вот сейчас недавно один из наших партнеров, один из инвесторов, который в Вологодской области реализует проект, откликнулся на нашу просьбу и пообещал рассмотреть вопрос спонсорской помощи федерации настольного тенниса Вологодской области. В какой степени инвестор, пожелавший остаться анонимным, согласится помочь и согласится ли вообще – неизвестно. Она осложняет ситуацию, что формально с 1 июня. Федерация арендует этот спортивный зал уже не у корпорации напрямую, а у другого предпринимателя. Павел Громов, Николай Замараев, Новости Вологды.